У Гомеля рифтуется, значит, 100 год за одного со старейших отделов внутренних справ. У непростые годы гражданской войны тут был створен Новобелецкий отдел, который тогда назывался 4-й ротой. С историей и сучасностью этого подразделения ознайомились наши корреспонденты. 20 червяня 1919 года у Гомеля створили военно-милицейский батальон. Три роты разместили непосредственно в городе и еще одну в городском предместе Новобелеца. Будинок этой роты находился по улице Шассейной. Теперь Ильича. Это был непростый час. Еще не завершилась гражданская война, а Гомель только что стал центром губернии. С момента занятия города шастями Шервонной армии прошло всего полгода. А узровень злочинности был таким, что гулять по ночной Новобелеце с мирных же хоров никто не разыковал. Стать просто супразовником рабочей селянской милиции в таких умовах уже было подвигом. Разом с тем, про спаухода после створения четвертой роты в ее составе уже наличвалось больше, чем 90 человек. Служба в этом подразделении в уголе никогда не была легкой. Однако супразовники Новобелецкого райотдела своим подразделением гонорились зауседы. Геннад Лукьянов узначаливал его на протягу амаль восьми годов, починаючи с 1993 года. Сегодня он приходит сюда снова и с интересом проходит по кабинетах, где неколи находились его подначальные. С того составу теперь тут засталися только три человеки. Это был, с оправды, лихий час, коли служить приходили по заклику сердца. При тагочасной зарплате оперативного супрацовника, максимум у 40 долларов и постоянной рызыцы, в Новобелецком райотделе людей, які порушили просягу, не было. В то время отдельные предприятия нерегулярно выплачивали заработную плату. Возникали массовые мероприятия в больших количествах, забастовки были отдельные. И на все это приходилось реагировать. Поэтому, конечно, сам факт невыплаты заработной платы на предприятии резко сказывался на состоянии криминогенной обстановки. В первую очередь увеличивалось количество краж. На это необходимо было, соответственно, реагировать и упреждать в какие-то мере. Поэтому вот в чем была, наверное, сложность того периода времени. Два начальники райотдела, былый и сущасный, разом обыходят территорию будинка новобелецкой милиции. После службы у новобелецы Геннадзе Лукьянову працовал начальником криминального вышуку Гомельской области. И первым наместником начальника Галонного управления криминального вышуку Беларуси. Все у нее на пенсии. Але с правами своего былого подразделения цекавится неподробно. Сущасные супрасовники и зараз сумленно выконывают свои обовязки. Причем тыжится это у всех подразделений. От криминального вышуку до отделения по наркоконтролю. Сейчас в нашей республике преобладают такие наркотики, как альфа-ПВП, так называемые соли. Их употребляют как дети лет с 14-15, так и взрослые лет до 40-50. То есть абсолютно не ограничено. Интервью с супрасовником отделения по наркоконтролю перешкоджает телефонный звонок. Необходно терминово выехать на место сдарения. Хоть только боро сбой с наркотиками, служба новобелецких милиционеров не обмежевывается. Причем размова не обовязково о погонях и затриманиях. Почас приезду нашей сдымочной группы в опорный пункт правопарадку запросили 27-годовую Оксану. У свой час по причине антигромадских поводзинов ей позбавили батьковских правов. Теперь у ее сына новая семья. Але пылные зауваги дала до життя женщины у супрасовников милиции застаются и зараз. Что джунная, у нечем навод рутинная праца. Перострелки и погони – это у кино. Узвучайном житте, все по-иншему. Основная колька злочинства у новобелецким районе сегодня пропадает на крадежи. Для их раскрытия необходимо быть просто профессионалам. Пробладают в основном мобильные телефоны. Есть, конечно, кражи разных категорий. Это кражи велосипедов, хищения, как я говорил ранее, из транспортных средств. Но все эти ситуации контролируются работниками органов пределного милиции. И сегодня, если брать с процентом отношений, то кражи раскрываются практически на 50%. Это хороший результат. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Евген Макинка, телерадиокомпания «Гомель».